Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире и, как обычно, в пятницу подводим итоги недели, обсуждаем самые интересные события. Сегодня у нас человек, который, я думаю, все хорошо знают. Это председатель комиссии СИМА по госуправлению делам самоправлений Сергей Долгополов. Добрый день, Сергей Долгополов. Добрый день, с Новым годом и с Рождеством. Да, сегодня такие вот праздники продолжаются. Но вот, наверное, хочу такой первый вопрос вам задать, поскольку вы действительно давно не только наблюдаете за политическим процессом страны, но и участвуете в нем. Что сейчас происходит, на ваш взгляд, с этими поисками премьер-министра? Кто-то говорит о том, что это что-то такое невидное, что это кто-то из политиков даже высказал, что это какой-то бред. То, что сейчас происходит, на ваш взгляд, как бы вы охарактеризовали, что сейчас происходит, и, может быть, надо было как-то по-другому действовать в этой ситуации? Я бы сказал, что это пузыри в болоте, если коротко. Потому что ничего не происходит. Потому что то, что происходит, это нельзя назвать ни явлением, ни событием. Происходит тусовка, происходит псевдо-поиски, псевдо-премьера для псевдо-нового правительства, которое, в общем-то, новым никогда не будет, и новых открытий не совершит, и новых поступков также. Хорошо, а вот на ваш взгляд... Ничего что-то хорошего, Господь с вами, Абик. Ну, хорошо. Я понимаю, что ничего хорошего нет, но, тем не менее, а что многие считают, что президент, ну, может быть, потому, что он не так давно на посту главы государства, может быть, у него мало опыта именно в этом направлении, хотя он опытный политик. Что он поторопился? Он все-таки должен был дать возможность, например, единству, выдвинуть своего кандидата, официально уже, да, и дальше уже пускай они пытаются формировать к правительству. Стоп, разве единство не выдвинуло кандидата? По-моему, этот процесс там идет уже достаточно давно. Не, ну, все знали его кандидата, да. И госпожу Аболтыни, по-моему, уже выдвинули даже не один раз, а несколько. И было несколько заседаний правления и фракции, и правления с фракцией. И эта кандидатура была названа. И несмотря на все эти вопли и сопли, которые там вокруг этого раздавались, тем не менее, это было официальное решение. И если следовать тому, что мы живем в парламентской республике, что парламент формирует политические партии, и политические партии есть самостоятельные политические силы, то то, что делает сегодня президент, является откровенным вмешательством во внутрепартийную демократию. Хорошо. А что тогда должен был делать Вейнис? То есть позволить дать возможность госпоже Аболтынис сформировать правительство. Давайте начнем сначала. Прежде всего, господин Вейнис сказал так. Ну, ребята, у нас так все распределилось очень хорошо. Я, как бывший зеленый президент, госпожа Амурница, как настоящий радикал у нас спикер, значит, правительство должно возглавлять единство. Все согласились. Дальше что? Единство, как я уже сказал, в жутких муках назвало кандидатуру. Нравится она или не нравится, это другое дело. Это партийный вопрос партии, которой, как бы, президент собирался доверить формированию правительства. И что дальше? Дальше тишина. Надо было по закону, по совести, по логике, по всему остальному. Вот первое слово было сказано, единство формирует правительство. Единство назвало своего лидера, госпожу Аболтынию кандидатом, поручая ей формировать правительство. И дальше есть два варианта. Первый вариант, что кандидат премьеры не сможет найти общий язык и сформировать коалицию. В таком случае возникает вопрос о том, будет ли единство выдвигать другого или президент. Эта вторая часть называет другого кандидата от другой политической силы. Что, по-моему, очень понятно, просто и объяснимо для любой европейской страны, особенно для страны, которая прошла школу президентства в Европейском Союзе. Это, по-моему, максимум. — Хорошо. Тогда такой вопрос, который я хотел вам задать, так чтобы было понятно, как вы считаете, должен ли был Веренис рискнуть и сначала получить, формировать правительство, победившее в парламенте, кстати, уже не в одном, но, по крайней мере, в этом уж точно, партии, представляемой вами фракцией согласия. Я понимаю, что это рискованный шаг, но, в конце концов, тоже был бы шанс у согласия. Не удается вам формировать правительство? Следующее, обутыния, и все, как дальше вы сказали. — Ну, поскольку у нас очень много строится на традициях, первый такой шаг должен был бы сделать президент Берзич. — Сразу после выборов. — Но он этого не сделал. Поэтому я не вижу, почему господину Вейенису нужно было выломать усложившуюся традицию и, более того, подвергать такому, я бы сказал, испытанию свое кресло и кресло всех остальных. Потому что, как вы помните, все, кто хотят показать, что они европейцы, говорят о том, что со всеми, но только несогласием. Со всеми, но только несогласием, которые рука Кремля, Москвы и так далее, и тому подобное. — Потом каждый раз придумываются разные отговорки, почему согласию нельзя поручить. Раньше, я помню еще, что там какие-то социалисты, и Руберс где-то там сзади маячит, поэтому нельзя. Потом, что якобы неправильная позиция по второму госязыку. Потом, видимо, как-то звезды не так совпали. Потом фамилии не те. Ну, а теперь Крым, Украина почему-то. Вы тоже, видимо, виноваты каким-то боком. — Ну, насчет Украины это вообще притянуто за уши абсолютно, потому что одна из самых последовательных позиций в этом вопросе была именно у согласия, надо сказать. И она, кстати говоря, вот то, о чем мы говорили, когда там все только начиналось, это все потом проявилось в Минских соглашениях, между прочим. — Да. Вот и все-таки, возвращаясь вот к тому, что сейчас происходит, а как долго вот это вот, как это повежливее сказать, вот эта эпопея будет продолжаться? — Она может продолжаться, ну, достаточно долго. — Я понимаю, что конституции сроки не обозначены, да. — На сегодня правительство существует, оно исполняет обязанности. Как оно работало, не исполняя обязанности, так оно работает и исполняя обязанности. — Да, я хотел сказать, ничего не делается. И раньше не делалось, и сейчас не делается. — Абсолютно так же, абсолютно так же, ничего не изменилось. Это еще одно доказательство того, что, в принципе, ведь политику в стране определяет не правительство, а определяет аппараты Министерства и ведомств, и, возможно, некоторые там спонсоры, я не знаю, советники. — То есть, в принципе, нет правительства и ничего трагического не случилось? — Ничего не изменилось, абсолютно, абсолютно. — Может ли, я понимаю, что мы сейчас вот как-то такую вот, можно сказать, такую фантастическую версию, но может ли дойти дело, что в этой обстановке хаоса президент рискнет повторить подвиг Заттлерса со знаменитым указом номер два? — Знаете, вообще, с точки зрения здравого смысла это было бы логично. — Потому что на лицо, наверное, политический кризис есть. — Да. — Потому что вот эти спорадические движения, которые происходят сегодня, они говорят о крайней нестабильности внутриполитической обстановки в стране, но, с другой стороны, такой шаг является крайне рискованным в условиях международной обстановки и международной напряженности, которая царит в мире в целом и в Европе в особенности. Поэтому этот шаг был бы очень рисковым, причем рисковым не для правительства и не для тех, кто заседает в парламенте, а для страны. — Ну да, потому что получается так, что, по существу, парламент в полураспущенном состоянии, правительства тоже нет до юры, и получается, что пока референдум, да, вот этот длительный процесс до полугода займёт. — Тогда остаётся только повторить подвигу Монису и Венюсу сказать, вы оставаетесь на своих местах, а я на своих. — Ну, я не думаю, что в нашей, что в Европейском Союзе сейчас это случится. Вот хорошо, вот говоря, наверное, о том, что, я думаю, жители Латвии больше всего интересуют, не вот эти вот свистопляски вокруг вот того, кто будет премьер-министром, а о том, что должно было бы сделать правительство, вот следующее, если она действительно захочет что-то делать вообще, да. Вот на ваш взгляд, какие острые вопросы стоят, которые надо бы решать? Я понимаю, что нынешняя их не решала, но тем не менее. — Знаете, вот мне думается, что прежде всего надо было бы начать думать головой. — Это всегда хорошо. — Я когда смотрел бюджет 2016 года, знаете, это такой бухгалтерский документ, где очень большое стремление было бы свести доходы с расходами, а за счет чего получаются доходы и на что идут расходы, это вопрос вторичный. На самом деле стабильность любого государства зависит от благосостояния ее народа. Если люди живут в стране хорошо, дружно, весело и мирно, если люди не стремятся покинуть свою страну в поисках лучшей жизни, то в этом случае страна абсолютно безопасна в любом отношении, как с точки зрения агрессии извне, так и стабильности внутри. Вот это должно было бы стать ключевым моментом. Но когда вместо этого появляются всякого рода изыски, типа там необлагаемого прогрессивного минимума, или когда... — Который не сразу получить, а надо через год куда-то идти, чего-то заполнять. — Это песнь песни. — Это же что-то вообще особенного, да? Или там, скажем, попытки или борьба вокруг налога на микропредприятия. Вместо того, чтобы просто эту сферу, эту отрасль упорядочить, вместо этого идет борьба за то, чтобы как бы поработать с налогами и здесь. Когда падает цена на нефть, а цена на бензин начинает расти, и все говорят о том, что дополнительный аксесс, горючее — это прекрасно, потому что это позволит нам выполнить 2% от ВВП на вооружение. Это замечательно, но лучше было бы, если бы вот то, что связано с акцизным налогом на горючее, было бы направлено на качество дорог, чтобы есть элемент безопасности страны в том числе. И так далее. То есть вопрос в этом. Если мы начнем наконец дружить с головой, будет хорошо. Если не начнем, будет так же. — Такое же болото, как вы сказали, с пузырями по существу. Да, вот еще говоря о работе власти, я так понимаю, что вы неоднократно и сами обращали внимание на то, что на качество тех законопроектов, которые приходят из кабинета министров, где большой аппарат, и госканцелярия, и все аппараты министров. — Но канцелярия сокращается на 9 человек. — Да, страшное дело, да. Как они теперь будут работать? — Тем не менее, это хорошо. — Это хорошо? — Конечно. — Ну, хоть какой-то процесс идет по оптимизации госуправления? — Новый директор канцелярии в этом плане выбрал правильный путь. Потому что здесь идет речь о том, чтобы брать не числом, а умением, и все-таки стимулировать качество, а не стимулировать количество. Ибо это хорошая вещь, государственная служба. Но это не единственная служба, на которой процветает государство. Поэтому это нормально. А что касается... — Да, качества законопроектов. — Качества законопроектов. Ну, тут уж примеров, наверное, огромное количество. И люди, когда они узнают о том, что поступил новый законопроект, они вздрагивают. Так, как начинают вздрагивать, когда услышали люди о законе о ликвидации раздельной собственности. Так же, как был жуткий шорох, когда появился законопроект, который назывался «Об аренде жилья», который до Сайма, правда, так и не дошел. — Ну, то есть, в принципе, это брак, да? — Это, откровенно, не только брак. Это, я бы сказал, вредительство. Просто вредительство. Потому что это сталкивание лбами групп населения, причем беспочвенное сталкивание, ненужное и не дающее никакого. Ни политического, ни экономического, ни психологического, никакого другого эффекта. Это брак в работе. За что надо было бы? Ну, прежде всего, увольнять, а дальше смотреть. — Да, вот вы уже помянули законопроект о ликвидации вот этой раздельной собственности. Мы сейчас о нем тоже несколько слов скажем. Но у нас много звонков. Одевайте, пожалуйста, наушники. Будем их принимать. Добрый вечер. Слушаем вас. — Добрый вечер. По поводу выборов премьера. Вот смотрите, у нас в Конституции предусмотрено, что президент назначает премьера. Никаких консультаций не предусмотрено. Эта система и есть. Проверка президента на зрелость, на опытность, на авторитет. Вот как вы думаете? Может, он должен назначить просто кого-то на свое усмотрение и потом ждать, утвердят его или нет? Спасибо. — Да, знаете, такие прецеденты существуют в последней истории Латвийской республики. Я хочу напомнить такой случай, который был, когда формировалось первое правительство Андриса Штейла. — Да. — Андрис Штейла не был членом ни одной партии. Он был назван как технический премьер. Ему было поручено формировать правительство. Это правительство работало достаточно успешно, но очень коротко. Потому что для того, чтобы в наших условиях это правительство могло бы что-то сделать, оно должно иметь политическую поддержку в парламенте. Если у тебя такой политической поддержки нет, недолго музыка играла. Так и было. После чего Андрис Штейла создал свою партию. Сделал он это так же профессионально, как он руководил своим первым правительством. — То есть вы его высоко оцениваете? — Я его высоко оцениваю, бесспорно. Поэтому это все было. И сегодня президент, конечно, мог бы сделать так. Но с другой стороны, следует помнить, что избирательная система в Латвии построена по партийному принципу. И парламент, и не только парламент, но и самоуправление, выборные органы формируются по партийным спискам. И это определяет некоторые дополнительные правила игры при назначении кандидатов на пост премьера, при формировании правительства. Что не есть уникальный случай в Европейском Союзе. — Еще один звонок, давайте примем в первой части. Добрый день, слушаю вас. — Сергей Леонидович, там в числе ваших должностей, так сказать, прозвучало по делам самому управления. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас услышал такую замечательную инициативу, наша полиция безопасности должна, запросила, значит, чтобы дали список из командировок на страны СНГ и Китай. Я вот слушаю и думаю, что происходит-то. Это у нас было в советское время, там отчеты писали, ученые со всяких конференций отдавали в КГБ. А сейчас вот наши хозяйственники пытаются в Китай пробиться на китайский рынок. И как это будет выглядеть в глазах китайцев? Так что, это полиция безопасности наша там работает на этом рынке? — Спасибо, да. — Я слушал интервью господина Радзевича, но поскольку документы, на которые он ссылался, есть документы с ограниченной доступностью, если не секретно, я его читать не читал. Но здесь есть два момента. Первый момент. Если полицию безопасности интересуют отчеты о поездках, эти отчеты доступны, поскольку они все опубликованы и все они являются документами доступными, общедоступными. — Даже любой избиратель может. — Кто ездил, зачем ездил, что привез. — С кем встречался, да. — С кем встречался и так далее и тому подобное. Что касается планируемых поездок, это не есть функция полиции безопасности, если только они не собираются вербовать кого-то среди тех, кто собирается поехать в Китай, страны СНГ, Россию, Белоруссию, я не знаю, куда еще, в Кувейт, Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, агентов для того, чтобы выполнить какое-нибудь разовое поручение или на постоянной основе. Но это уже вопрос, скорее, догадок, но не фактический. Дело в том, что, к сожалению великому, и полиция безопасности, да и государственные многие структуры часто руководствуются не здравым смыслом, а сиюминутными моментами. Ну, вспомните, например, мужественный поступок министра иностранных дел, который врагов латвийского народа Европейского Союза Валерию Газманова и Кобзона внес в черный список. Ну, мужественный поступок. Я бы на его месте дополнил это дело еще и уважаемым, только что отметившим свой 70-летний юбилей Геннадием Хазановым. Потому что мало того, что он подарил Путину копию короны Российской империи, так он еще осмелился ее примерить, что нам своих герцогов не хватает, нам не нужна такая активность. Да, не нужна, да, действительно. Поэтому, если говорить... А, еще, кстати, не пустили этот ансамбль Александрова? Ну, это вообще страшное дело. А вдруг они же... Я думаю, что это из принципа лучше перевдеть, чем недовдеть. Вот, перестраховываются, да, таким вот образом, да. Ну, что ж, ну, я надеюсь, что еще у нас, да, видимо, звонки мы уже будем принимать во второй части. Вот, в первой части, так что, подытожи, все-таки, вот вы уже заикнулись об этом законе разделенной собственности. Как мы понимаем, все-таки это касается очень многих тысяч и тысяч семей, в основном в Риге. Вот, что дальше будет с этим законопроектом? Ну, не только в Риге, это касается больших городов и даже не только больших городов. Что будет дальше? Значит, на сегодняшний день там существует два варианта. Вот этот, поскольку он внесен в парламент, и вот мы на комиссии будем его рассматривать, я думаю, что это будет, скорее всего, не на следующей неделе, а через неделю. Я попрошу все фракции САИМа, поскольку у меня в комиссии представлены все депутаты, чтобы фракции приняли решение, какой из вариантов поддержать. А вариантов два. Первый вариант, что мы возвращаем этот закон, как, ну, мягко говоря, не полуфабрикант, даже как откровенный брак обратно к кабинету министров. И второй вариант, что мы берем его и садимся за длинную, кропотливую, неблагодарную, но, в принципе, необходимую работу. Потому что, кроме этого закона, там, боюсь, придется перелопачивать кучу других нормативных актов, и среди них и законы, и правила кабинета министров. И без специалистов со стороны, без тех, кто занимается этим делом практически, обойтись будет очень сложно. Поэтому вот этот выбор из двух вариантов, вернуть обратно или взяться самим, эта комиссия будет решать на основании, я надеюсь, решений фракции САИМа. – Ну что ж, оставайтесь с нами, сейчас переверемся ненадолго. Небольшая пауза новости рекламы. Сергей Долгоплов у нас в студии, напомню. – Добрый вечер, еще раз Сергей Долгоплов у нас в студии. – Еще раз добрый день. – Да, глава комиссии САИМа по господинам самоправления. – Добавь еще, что и член комиссии по европейским делам. – И член комиссии по европейским делам. – Потому что вопросы тоже бывают на эту тему. – Да, вот сейчас как раз мы о нем поговорим, это очень вовремя было такое замечание. Ну вот, как обычно, нас бросает из крайности в крайность, ну, видимо, в связи с обстановкой в Европейском Союзе. Сначала вот говорили, что в Европейском Союзе была такая тенденция, давайте, особенно в Германии, чем больше беженцев примем, тем лучше. Вот мы примем миллион, нет, еще больше миллиона, там вот говорила фрау Меркель и все остальные деятели Германии. Ну, сейчас, как мы видим после всех событий, особенно в Кёльне, уже другая тенденция, теперь метание в другую сторону, давайте и Шенгенскую зону перекроем и всех будем выдворять и так далее. А что вообще происходит? На ваш взгляд, это полное отсутствие и какого-то лидера в Европейском Союзе и какой-то единой системы? – Нет, это не отсутствие лидера в Европейском Союзе, это плохое знание истории, это плохой низкий уровень образования. Потому что, если взять историю Европы как таковой, Европа никогда не была плавильным котлом, в отличие от Штатов, которые худо-бедно, но эту функцию выполняли с момента создания. В Европе всегда происходили или религиозные, или территориальные, или какие-то другие войны, создавались и рушились империи. И, кстати говоря, достаточно легко и быстро разваливались государства, построенные не чисто по национальному принципу. Поэтому говорить о том, что вот миллион, два миллиона, что можно переплавить в единый европейский народ, это чистой воды утопии и незнание предшествующей истории. Как легко распалась Чехословакия, слава богу, мирно. Они жили достаточно долго вместе, и даже когда они не были единым государством, там не было никакого существенного антагонизма между этими двумя частями. Но надеяться на то, что вот чем больше беженцев, тем легче будет жить в Европейском Союзе, это абсолютно утопическая идея, которая, ну, построена, я не знаю, на каких-то псевдоценностях, но не на реальном здравом смысле. Поэтому это первый вопрос. Второй вопрос состоит ещё и в следующем. Абсолютно правильное с любой точки зрения, христианской, нехристианской, человеческой стремление спасти людей от физической смерти, от насилия, от войны – это благое дело, это благое намерение. Это одна часть дела. Но дальше. Вот разрушена Сирия, разрушена Ливия. Кто будет восстанавливать эти страны? Ведь вопрос тех людей, которые приезжают сюда, чтобы спастись от войны, наверное, для них патриотическая задача – это вернуться на свою родину, чтобы её восстановить после того, что с ней сделали. Это очень важная задача. А не просто взять и сбежать, пускай долгие восстанавливают. Если из этого принципа, базируясь на этом принципе, выстраивать миграционную политику – это совсем другой подход. Это совсем другое отношение ко всему этому делу. Тогда мы готовим людей не для того, чтобы они жили здесь, пополняя ряды рабочих, пенсионеров, я не знаю, кого ещё, а мы готовим людей, которые будут стремиться восстановить свою родину. Хорошо. Вот ещё говоря о беженцах, ну, как мы знаем, теперь уже уходящая в отставку премьер-министра, Ламита Старова говорил о том, что 770 и ни одного больше. Что больше Латвия сделает всё, чтобы больше не принять. Ну, как мы видим, как протаскивается решение правительством, в том числе через вашу комиссию, но вряд ли можно давать такие гарантии, что вот 770 и больше ни одного. Нет, таких гарантий, конечно, никто дать не может. Но, с другой стороны, вот те тенденции последнего времени, которые очень очевидны в Европейском Союзе, показывают, что здесь это давление может привести к реальному развалу Европейского Союза. К реальному развалу. Потому что, ну, хорошо, европейские фонды, вещи замечательные, они не вечны, потому что эти проблемы нужно решать, и решать их приходится, тратя на это очень большие деньги. Турции надо заплатить миллиарды, чтобы она закрыла границу с Европейским Союзом. Хотя она закрыта крайне плохо, и пока не видно, чтобы она закрывалась на замок. Надо возвращать людей в те страны, где начинает устанавливаться хоть какое-то подобие мира, это тоже стоит денег. Нужен план восстановления, он есть, восстановление африканских стран, где тоже Европа поспособствовала установлению некоторых демократических ценностей. Поэтому, а на фоне последних событий, это вообще страшно. Вот то, что произошло перед Новым годом, нет, перед Новым или после Нового года, у меня уже путаница в голове, с Саудовской Аравией и Иран, это вообще ужасная вещь, это ужасная вещь. Она может вызвать жуткий виток вооружённых конфликтов. Там целая цепочка, мы же видим, что там происходит. И, значит, поток беженцев на Европу только будет нарастать. Да, не бесспорно. Вот, всё-таки, возвращаясь к нам, в Латвию родную, вот мы знаем, что время от времени появляются рейтинги, там, доверие к тем или иным институциям и структурам власти, и не только власти, но вот, к сожалению, последние рейтинги показывают, что опять уровень доверия к партиям, там не называется, каким вообще к партиям, как таковым, и к парламенту, как к структуре, и к правительству катастрофически упал. Да, это несмотря на то, что нынешний Сейм поработал всего чуть более года, что, на Ваше взгляд, нужно сделать, чтобы как-то вот уровень доверия населения в глазах парламента... Ну, прежде всего, да, я понимаю, прежде всего нужно изменить ситуацию в мире, потому что это отношение к парламенту, правительству и прочим структурам вызвано прежде всего именно этим, вот нестабильностью, обеспокоенностью, страхом за будущее, ближнее будущее, дальнее будущее, страхом того, что может быть развязана война, которая затронет не только страны, которые сегодня участвуют в конфликтах, но и другие. Это страх перед террором, который охватывает Европейский Союз, и не только. Поэтому вот пока не будет хотя бы признаков укрепления стабильности в Европе и в мире, очень трудно будет... То есть это более глобальные процессы, чем какие-то вот... Да, правда. Но, к сожалению, всё так и происходит, потому что и политика, и муху можно убить газетой, строчкой в интернете или выступлением на радио или телевидении. Поэтому это вполне естественно. А вторая часть, конечно, в этих условиях и правительство, и парламент должны демонстрировать спокойствие с одной стороны, а с другой стороны здравый смысл и понимание того, что происходит в мире, и готовность участвовать в этом активно, решительно и конструктивно. Тогда и рейтинги будут расти. А какие-то вот радикальные предложения, которые время от времени звучат, не знаю, переход на президентскую форму, выборы парламента по смешанному принципу, по одномандатным и по партийным спискам? Все вот эти дебаты, они хороши в мирное время, что называется. Вот когда больше нечем заняться, тогда можно поговорить об этом. Но сегодня я говорю. Сегодня очень многое, что происходит внутри страны, определяется тем, как... А у нас же это мало что зависит, правда ли? Это от нас мало зависит, но это проходит через нас всех. Вот когда вы включаете утром радио, телевизор, новости, неважно, смотрите вы CNN, BBC или канал «Россия», я уж не говорил о латвийском телевидении, это неважно. Все равно общий фон такой, который создает вот эту напряженность внутреннюю. Поэтому тут иначе как-то я не знаю, как выйти из этого положения. Кроме как, еще раз говорю, включая здравый смысл и включая мозги. Логично. Вот, тем не менее, сейчас вот ходят слухи о том, что наиболее вероятный кандидат в премьер-министр господин Шадурский, ну, у которого довольно большой послуженный список, большой опыт и работы в парламенте, и даже в Европарламенте. Что вы можете сказать? Вот как вам это кандидат? Ничего, кроме хорошего. Серьезно? Да. Это, господин Шадурский, удивительный человек. Только профессор математики может доказать окружающим, что дважды два – это не только четыре, но это может быть шесть, восемь, десять и двенадцать. Это как посмотреть на эту ситуацию? Ну-ка, с какой стороны посмотрю. Причем это сделает достаточно убедительно и также убедительно. Поэтому задать ему должное. Скажет, что все, кто с этим не согласен, являются просто безграмотными людьми, которые ровным счетом ничего не понимают, ни в математике, ни в арифметике. Это большое достоинство. Да, кстати, он так и участвует в дискуссиях и пытается любую идею защитить весьма вот так вот логично. Ну да, да, конечно. Вот будет, удастся ли ему управлять правительством. Ну, я так думаю, что, возвращаясь к самому началу нашего разговора, какое правительство, такое и руководитель. Единственное, могут быть несколько измененные акценты. Вот кто будет больше давить, ну, по отношению к тем нужно будет включать более убедительную аргументацию. Ну, типа, не купите лотерейные билеты, отключим газ. Да. Управдал друг человека, как мы знаем. Да, да. А какова судьба единства все-таки? Эта партия выживет, потому что... Я думаю, что да. Я думаю, что да. Рассвет свой она пережила, эта партия. То есть сейчас, в принципе, кризис наступил, да? Кризис бесспорный, совершенно бесспорный. И надо отдать должное той же госпоже Аболтыни, которая провела ее в сложный период формирования из маленьких ячеек в большое такое формирование, которое получало неплохие результаты на выбор. Но потом, когда включился пылесос и стали подбирать все, ну, стало сложнее управлять. Это проявляется и сегодня. То есть, ну, как все в жизни идет по синусоиде. Сегодня эта синусоида имеет свой нижний предел. Ну, выйдет она из этого пике или не выйдет, будет зависеть во многом от членов этой партии. Но я не думаю, что они будут делиться. Кто-то, наверное, перейдет, как это уже было. Уже сегодня в парламенте представлены ряд депутатов. Единство, бывших депутатов, единство в рядах сплоченных националов. Так что там ничего удивительного нет. К согласию, вряд ли кто-то перейдет. Даже Лоскутов, я думаю, не перескочит. Думаю, да, не сможет. Особенно после того, как он много чего наговорил за это время. А согласие на ваш взгляд? Я понимаю, что прогноз делу неблагодарное. Когда придет к власти? Ведь даже ваши противники в кулуарах говорят, что рано или поздно должно это случиться. Знаете, я думаю, что это во многом будет зависеть от того, когда мы начнем больше думать. Когда мы начнем думать. Я опять возвращаюсь к этому тезису за счет того, что здравого смысла у нас-то маловато. Мы начинаем вешать ярлыки, мы начинаем расставлять людей по полочкам, по ранжиру и все прочее. Вместо того, чтобы думать не о постах, а о государстве, думать о людях, пока мы не откажемся от этой мысли. Даже сегодня, если вы заметили, все разговоры о правительстве идут о коалиции, а не о делах правительства. И пока мы не начнем думать сначала о делах, а потом только о том, кто, что и как будет вознагражден за это дело, ничего не изменится. Поэтому я в этом плане достаточно скептически смотрю на вещи. Да, вот в завершении... Но не пессимистически. Но не пессимистически, да. Это имеет значение. Да, ваше замечание. Вот много у нас реплик и вопросов по видеочату. Одно я успею нас зачитать. Добрый день. У меня был разговор с русскими немцами. Честно говоря, они в шоке. В их городке на юге Германии с населением всего 30 тысяч человек уже живут 700 беженцев. Латвийская норма. Они говорят, что немцы в некоторых частях Германии перенаселенных этими беженцами уже пытаются продать жилье и перебираются в другие места. Немцы в бешенстве от Меркель, но их никто не слышит. Ну вот такая вот реплика. И здесь вот такое обращение и к депутатам Сейма, чтобы они не повторяли этих ошибок. Я думаю, что мне бы очень хотелось надеяться и верить, потому что я уже тут сказал, что я работаю в комиссии по европейским делам. Мы стараемся, чтобы все-таки эти вопросы решались достаточно конструктивно. И поэтому многие вещи, которых Германия пошла в руководство с эмоциями, здесь все-таки строятся на большем расчете. Поэтому идет речь и об отборе тех, кто приедет на временное жительство Латвии. И о их размещении, и всех остальных вопросов. Конечно, далеко не все продумано и далеко не все понятно, как это будет выглядеть. Но, слава богу, масштабы пока таковы. И я надеюсь, что так и будет. Что это не станет такой катастрофой, как это становится для некоторых немецких городов. Что касается отношения немцев, что они услышаны или не услышаны, в отличие от Латвии, в Германии, все-таки принцип выборов действует. И поэтому для госпожи Меркель это, может быть, последний ее срок на посту канцлера. Похоже, да. Вот интересно, что касается выборов. Нет ли у вас таких опасений? Ну, мы видим такие тенденции, что вот этот приток беженцев и всякие другие вызовы, о которых вы говорили, все-таки приведет к радикализации, к тому, что национал-радикалы, или крайне правые, как это называют, начнут брать власть, и там Венгрия покажется вообще, или Польша, еще так детским лепетом. Венгрия – это не детский лепет и не очень большой ужас для Европы. Венгрия сделала первое то, что начали делать страны Европейского Союза чуть позже, с меньшими разговорами на эту тему, да. Поэтому я не думаю. В каждой стране всегда есть периоды, когда увеличивается доля национал-радикалов в властных структурах. Это ожидает и нас. Бесспорно. Но я очень надеюсь... То есть национальное объединение может быть спокойно за свое будущее, да? Да, оно может быть, вот оно, в отличие от других, может быть абсолютно спокойно за свое будущее. Но я также надеюсь, что со временем приходит и понимание того, что громкими лозунгами и громкими фразами невозможно решить ни одной проблемы. Как бы ты ни кричал «сахар и сладкий» и все остальное, и «халва-халва» во рту слаще делаться не будет. Поэтому это приходящее. Вопрос уровня этого подъема и уровня падения, это будет зависеть от международной обстановки. Да, вот может быть, с международной обстановки мы, видимо, и закончим. Поэтому вот такой вопрос я хотел задать. Но ведь когда-то война этих санкций закончится между Россией и, по крайней мере, Европейским Союзом. Мы были большайшие убеждения. И это, опять же, оно основано на истории. Никогда, ни в одной стране мира, никогда санкции не приносили желаемых политических результатов. Надеются, что вдруг санкции заставят изменить позиции России, да? Не Россия. Будет труднее, будет сложнее. Но санкции – это не есть инструмент давления, инструмент борьбы. Более того, рано или поздно мы придем к тому, что надо будет начать думать о Хельсинки-75 в современном варианте. Потому что это то, без чего сегодня миру развиваться просто невозможно. Ну, то есть это, по существу, попытка договориться о новом мировом устройстве или мировом порядке. Абсолютно точно. Договориться можно только договариваясь, а не изолируясь друг от друга. Да, с помощью санкций, каких-то уколов дипломатических. Стен, границ. Границ ничего не сделаешь, да. Да, правда. Ну что ж, тогда будем все-таки надеяться, что если Хельсинки-2 случится. Я надеюсь. Вот на этой ноте мы и закончим. Большое спасибо нашему гостю Сергею Леонидовичу Долгополову у нас в студии. Большое спасибо. Спасибо вам и спасибо слушателям.